Активисты молодежного центра во главе с начальником отдела молодежной политики Еленой Исаковой провели акцию «Письмо солдату». Накануне Дня защитника Отечества это мероприятие стало уже традиционным. В этом году адресатом стал житель села Кулешовка Иван Лихонос, ныне проходящий службу мотострелковой военной части в городе Буденовский Ставропольского края. Когда мне предложили написать письмо солдату, я подумала, что это дело моей чести, ведь очень приятно поздравить солдата в его, можно сказать, в его праздник, ведь он защитник нашего Отечества, которым является в данный момент. Это очень важно, быть солдатом нашей армии, защищать нашу родину, и я считаю, что он должен быть примером для каждого из подрастающего поколения наших мальчиков, мальчиков моего возраста. И поздравляем его с праздником, желаем ему всего самого хорошего, хорошей службы, хороших друзей, и пускай он, конечно, скорее возвращается домой. Атаман районного казачьего общества Александр Никитин рассказал ребятам об Иване, ведь тот является членом общества. После победы во всероссийском казачьем конкурсе «Кому из нас атаманом быть?» был призван в губернаторский полк. Позже поступил в университет, но взял академический отпуск, чтобы отдать долг родине. Изначально, когда он пришел к нам и попросился в общество, сказал, что он по духу, по роду казачий внук, казачий сын. Действительно, вначале мы смотрим, как на всех обычно, а потом видим, что у этого парня действительно казачий дух. После посещения районного казачьего общества ребята отправились на почту, чтобы отправить Ивану Лихонос письмо и посылку, в которой собраны канцелярские товары, средства личной гигиены и сладости. Окончилась молодежная акция посещением памятного знака, где во времена Великой Отечественной войны немцы сбили советский самолет, а также могилы Ивана Германа, замученного фашистским гестапо, и могилы неизвестного солдата. Ребята навели там порядок, очистили памятники от снега.